Это история о маленькой девочке, которая уже сделала мир добрее. Соня Рыбина из Петербурга. Диагноз рак Сонечке врачи поставили в феврале прошлого года. Перебороть страшную болезнь девочка не смогла. Умерла полгода назад. Ей было всего 10 лет. О ней пишут, что поражала своей отзывчивостью и общительностью. Маленькая хрупкая девочка, а сколько в ней было доброты и силы. Придумала такой легкий, но гениальный способ, как помогать. Вместо номеров телефона вклеить монетки на объявлениях на остановку, чтобы каждый человек добрался до дома. Эти объявления для тех, кому не хватает на проезд. Однажды Соня Рыбина поделилась своей мечтой. Она хотела, чтобы каждый человек мог попасть домой, даже если не хватает денег. И последнее желание по всей России стали исполнять. Исполняют его и в Бердске. Мы призываем просто так не обрывать. Если есть желание присоединиться, такие подобные объявления делать. Я, естественно, ее поддерживаю. И как любой адекватный и нормальный человек, считаю, что всегда нужно в эту благотворительность что-то вкладывать. Специалист медиахолдинга ТВК Елена Сивова и ее сын – первые, кто в Бердске запустили флешмоб. В других городах обычно текст объявлений печатный. У наших волонтеров рукописный. Захотелось написать от руки, потому что, мне кажется, я так вложила частичку своей души. Еще у нас в Бердске появились такие объявления, написанные не моей рукой. То есть это очень радует, что люди подхватили эту идею, что действительно доброта есть. И, как сказать, распространяется по нашему городу. Женщина одна из академгородка, она дала просто гениальную идею. Она говорит, а почему вы делаете такие объявления? Надо делать с кармашками. Она говорит, ну я бы вот положила, у меня вот нет возможности. Вот сейчас я увидела такое объявление, у меня нет же с собой ни бумаги под рукой, ни ручки. А я бы, говорит, положила бы монетки с удовольствием. И так приятно, что человек очень хочет поучаствовать в акции. Присоединиться к флешмобу и сделать мир чуточку добрее может каждый. У акции нет четкой даты. Билетики доброты можно развешивать круглый год. Особенно актуальна такая помощь будет зимой. К сожалению, не редкость для нашей области, когда принципиальные кондукторы выгоняют детей из автобуса на мороз. Может, таким способом что-то да изменится. Сегодня главное, что мечта Сони делает всех нас чуточку добрее.